Друзья, всем привет! Это очередной обзор на канале Диктатура Закона. Сегодня мы ставим точку в гражданском деле по иску Каиржанова. Наверное, помните, когда государственные органы пытались отжать когда-то законно легализованную квартиру в уже нашумевшем Бержан-Салово Ахмолинской области? Только такая слава, увы, никому не нужна. Ну а что ж поделать, когда отдельно взятые представители из юстиции придумывают себе правила и законы, наломают дров, что потом без юристов точно уже не обойтись. Что новую дачу отбирают? Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. А еще в поддержку к нерадимым руководителям добавляются руководители ЖКХ, которые активно защищали действия юстиции. И что неудивительно, и первыми написали апелляционную жалобу для отмену судебного решения. Все-таки надо тебе дать коленом. Надо! Надо! Если следовать логике и мнению руководителей юстиции, ЖКХ и прокуратуры Бержан-Салово, то оказывается в нашей стране двойная регистрация – это нормально. С таким успехом у нас, наверное, скоро появится одно удостоверение личности на два человека. Абсурдно, не правда ли? Я сейчас там так хохотался. Еще тогда, забежав немного вперед, мы решили сделать мат и на всякий случай перед вынесением судебного решения обратились в вышестоящие инстанции за разъяснением прокомментировать нашу ситуацию. И тогда Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Республики Казахстан в один голос разъяснили нам, что абсолютно да, это незаконно, и мол, ребята, что вы хотите? Суд уже разрешил ваше дело в вашу пользу. Просто дождитесь вступления его в законную силу. Тогда возникает резонный вопрос, а почему мнение Управления юстиции на местах может отличаться от мнения Министерства юстиции Республики Казахстан? Ведь это одна вертикальная власть, и в стране действуют одни и те же законы. Ах да, погодите, мы же забыли. Наверное, руководитель Управления юстиции Бержан Сал сам придумывает себе законы. Конечно, все имеют право на ошибку, но почему-то не всегда ответчики решили идти до конца и подали несколько жалоб в Акмолинский областной суд, что и заставило, в принципе, нас бросить все дела и мчаться в город Кокшетау. Когда начался суд, мы перешли к рассмотрению апелляционного ходатайства прокурора. Кстати, напомню, прокурор – это блюститель закона, который зачастую защищает судебные решения первой инстанции. Но в этот раз он почему-то стал выступать против решения суда. И для этого он даже сослался на недействительный закон. В частности, в протесте указано, что согласно пункту 1 статьи 44 закона Республики Каталстан, регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации прав, установленных решением суда. Однако такое обязательство в законе появилось лишь после 27 апреля 2012 года. А мы разбираем ситуацию 2009 года. То есть мы понимаем, что таким образом прокурор изыскивает все возможности, чтобы положение участвующих лиц в суде было вне закона. Продолжение следует... Ну, у нас есть факт, что оно легализовано и признана коммунальная собственность. Может, есть факты исходят? Да, в случае суде установлено установлено, что сомнение права законности и регализации имеет несколько... А вот если сейчас суд вынесет еще одно решение, району суд, скажем, о признании права собственно за каким-то другим, за третьим лицом, юстилица будет обязана зарегистрировать это решение суда? В данном случае будет уже, во-первых, на следующем моменте имеется уже спорность, не решение реализации, соответственно, конечно, если бы по отказу от регистрации до того, что у него есть уже крещение регистрации. Ну, затронем, как выясняли все эти юстиции для темата о том, что все-таки там разночтение руководителя, утреница... Да нет, там никаких путаниц. Ладно, хорошо, все-таки. Так, осень. Позвольте задать вопрос? Да, пожалуйста. Уважаемый прокурор, вы можете прояснить? На сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда на квартиру имеется два собственника, то есть это Каержанов и отдел ЖКХ. Как вы видите разрешение этой ситуации? Да, вопрос на месте. Спасибо. Спасибо. У нас 427-я статья ГПК РК, оно является исчерпывающим для изменения судебного решения. Вы приводите ссылку в пункт 1 статьи 44, и опять же ее зачитали, о том, что судебное решение должно быть обязано зарегистрировать. И вы дочитываете там еще вот подпункт. Можно вот внимательно еще раз его прочитать? И как вы его понимаете? Ну вот только что вы в качестве обоснования. Да. За исключением, вы сказали, что за исключением... Наличие обременений. Все, вот я запитаю, стоит. То есть должно быть какое-то обременение стоять, которое устанавливается судебным решением. То есть суд должен ее обременить сперва. Если будет такое обременение, только после этого нельзя регистрировать другое судебное решение. Это мы аж правильно понимаем. А в данном случае нет уже другого судебного решения. Вы только начинаете регистрировать судебное решение. Ну просто я вам задаю вопрос, как вы понимаете. Как вы это объясните тогда? Ну все таки. В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Вот так вот, друзья, проходят наши суды. Когда слово дают вам, рекомендую говорить максимально коротко, четко и тезисно. Экономьте слова, экономьте время суда, говорите по существу и только правильные вещи. Уважаемый суд, если позволите, мы внимательно изучили три апелляционные жалобы, в том числе одно апелляционное ходатайство. И вот хотели бы привести три контрдовода. Первое, это то, что в этих апелляционных жалоб мы не увидели основания, по которым могли бы сегодняшнее судебное решение изменить, либо отменить, либо еще что-то сделать. Все, о чем сейчас было сказано, это было предметом судебного рассмотрения не только этого гражданского дела, но и других. Помимо этого, у нас еще есть судебное решение 2014 года, судебное решение 2015 года и судебное решение 2016 года, где в данном случае ответчики просили признать данное решение о легализации недействительным. Однако решением суда это было отказано по мотивам, которые изложены в этом судебном решении. Помимо этого, что касается пояснений апеллянтов, что касается наличия каких-то обременений, вот у меня справка форма 2, где таких обременений не имеется. Следующее, что касается, вот единственное основание, это вот учащийся прокурора в апелляционных ходатайствах, он указал, что якобы там они должны были это судебное решение зарегистрировать в обязательном порядке. На тот момент, уважаемый суд, я хотел бы вам внести ясность, что на тот момент права инвестиции должно руководствовать единственным одним законом. Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. На тот момент, по состоянию на 2009 год, данная статья была изложена в следующей редакции. Право о применении права на недвижимое имущество, установленное судебным актом, подлежат регистрации на общих основаниях. То есть, эта норма говорит о том, что данное решение суда должно быть зарегистрировано не в обязательном порядке, как это сейчас неоднократно говорит представитель управления юстиции, а на общих основаниях. То есть, оно должно быть зарегистрировано только после отмены государственной регистрации прав за моим доверителем, за Каиржановым. Только после этого они имеют право регистрировать судебное решение. И это лишний раз подтверждается уведомлением от 18 ноября 2008 года, где управление юстиции подтверждает, что они дали отказ и они это сделали правомерно. Но потом, как мы выяснили уже и как поясняет сам представитель управления юстиции, на нее было оказано какое-то давление и они произвели эту регистрацию вопреки закону. Поэтому, уважаемый суд, мы считаем, что сегодня на чашу весов поставлено три судебных акта с одной стороны, которые согласуются между собой, и один судебный акт 2007 года, который вообще не распространяется на эти взаимоотношения между Каиржановым и управлением юстицией. И сегодняшний предмет судебного рассмотрения также согласуется с этими тремя судебными решениями. Поэтому я считаю, что мы не можем вообще вопреки пойти трем другим судебным решениям и считаем, что данная персональная жалоба подана преждевременно и необоснованно. Хорошо. Заключение прокурора по делу. Хорошо. Решение предпорядок Режинслава. В общем, у нас было вглавление регистратора правосудов, наступление на дизайн-дизайн-дизайн-дизайн-дизайн. Ставит по адресу, регистратору решения, все договоры подпружены. Хорошо. Что-то просто ищательно. Ожидайте в кремере, мы вас пригласим. Друзья, ну вот сегодня мы находимся возле Ахмолинского областного суда. И сегодня дело по степняку. Сегодня нашло свое логическое завершение. Поясняем. В общем, управление юстиции, в том числе и прокурор, не согласившись с судебным решением района Баржанцал, подали апелляционное ходатайство и пытались всяческим образом обжаловать данное судебное решение. которое мы считаем соответствует критериям справедливости, законности и обоснованности. Сегодня судебная коллегия Ахмолинского областного суда, рассмотрев апелляционное ходатайство наших апеллянтов, постановила, что судебное решение необходимо оставить без изменения, а апелляционное ходатайство без удовлетворения. Сегодня мы поставили точку на данном гражданском споре, который длился 11 лет и еще 2 месяца. Так, коллегия постановила решение 14 декабря 2018 года суда района имени Баржанцал оставить без изменения, апелляционная жалоба, апелляционное ходатайство по кругу без удовлетворения. Постановление, вступать в законную силу соглашения может постепенно в постепенно порядке, только на суде по сути вытасно 6 и 7 месяцев. Вот так вот, друзья, благодаря прозрачности, открытости и гласности судопроизводства у нас имеется возможность посвящать вас в судебное разбирательство. Теперь мы можем еще раз поздравить семью Кайжановых с достижением справедливости. Ну и надеемся, что таких нарушений закона больше не будет. Надеемся, что новый генеральный прокурор Казахстана устранит все потребности для укрепления правовых начал и чтобы деятельность прокуратуры действительно обеспечивала верховенство закона. Ну а мы, в свою очередь, не устанем пропагандировать закон, потому что наше поколение построит правовое государство. А когда гражданское общество будет иметь четкое представление закона, то и прокуратура, и управление юстицией, и любой государственный орган будет на порядок лучше разбираться в непростых ситуациях. И нарушения закона будут сведены к минимуму. На этом мы с вами прощаемся. Это первый правовой YouTube канал Казахстана. Подписывайся на него. Здесь мы творим историю. Всем огромной удачи и пока!